друзья еще раз вас приветствую здравствуйте отец олег очень рады вас видеть всегда любим ждем сегодня у нас такая очень интересная тема но она как раз актуально давно просто на седмицу предстоит события страстной седмицы как давно строительство нашего спасения я очень рад находиться здесь сегодня праздничный день вход господин в иерусалим и как бы пост окончился страстная седмица она не является частью поста она является как бы отдельным таким событием здесь пост значительно строже есть много людей которые постятся именно в страстную седмицу и в первую седмицу для нас очень важно как бы рассмотреть события страстной седмицы нам помогут в этом песнопение страстной седмицы и тексты которые читаются великий понедельник великий вторник и так далее вход господин в иерусалим это знаковые события по истолкованию отцов церкви иерусалим это образ церкви причем христианской церкви и когда отцы церкви истолковали ветхий завет и когда была какая-то информация о иерусалиме особенно пророчества это относили к церкви но центр самого иерусалима это храм и древнехристианские экзегеты они настаивают на том что иерусалим аллегорически иносказательно это душа человека внутренний мир каждого из нас а храм божий в иерусалиме это сердце каждого человека как средоточие наших чувств и вы наверное знаете что в православии очень разработано учение о том как соотносятся чувства и сознание сознание и чувства на самом деле здесь очень много проблем прежде всего первоверховный апостол Павел видел эти проблемы и он даже задается вопросом что же делать и находит решение буду молиться духом то есть чувствами буду молиться умом буду петь духом то есть чувствами буду петь умом и в православном миропонимании ум человека пострадал значительно меньше чем чувственный аппарат в результате грехопадения поэтому путь спасения это когда мы погружаем ум в сердце и рассматриваем и контролируем движение любых чувств движение любых чувств какие мы только можем обнаружить в себе сердце нуждается в очищении Иисус Христос говорит из сердца исходит блуд убийства кражи всякое непотребство и это связано именно с тем что чувственный аппарат поврежден в результате грехопадения самым серьезным образом но в то же время в Новом Завете сказано верою вселиться Христу в сердца наши и если в каком-то случае грех царствует в нас то должен воцариться Христос и вот Христос который входит в Иерусалим это Христос который входит в наш внутренний мир он хочет не только войти в нашу жизнь он хочет проникнуть в наше сердце и тема входа Господня в Иерусалим поэтому она очень переплетается с христологической темой его отношение к нашей душе к миру нашего сознания наших чувств как я уже сказал в православном миропонимании сознание интеллект человека они более чисты чем чувства и апостол Павел даже пишет по внутреннему человеку имея ввиду сознание нахожу удовольствие в законе Божьем действительно когда мы читаем закон Божий мы получаем даже эстетическое наслаждение от этой гармонии предлагаемого нам но в членах своих в членах это мир чувств ощущений вижу закон греха который противоборствует закону ума моего поэтому ум очень важен для нас если он пострадал наименьшим образом чем нежели мир чувств то мы будем использовать наше сознание и тут надо прямо сказать что спасение проникает в наш мир через сознание сказано вера от слышания а слышание от слова Божия но для того чтобы наше сознание подвигнуло нас в сторону очищения эмоций души нам надо самим погрузиться в сознание Бога в послании к римлянам апостол Павел так и пишет что те которые не заботились иметь Бога в разуме они повредились и произошло извращение самой природы чувства начали мутировать и эти мутации не в лучшую сторону и современный нам мир он тоже отключает он тоже отключает ум чтобы действовать через сознание когда вот эти потоки пропаганды буквально зомбируют нас и они представляют серьезную опасность для нас эти потоки пропаганды потому потому что они нагнетают низменное чувство низменное чувство агрессии неприятия несогласия несогласия и это во всем мире это в планетарном масштабе и в то же время подогреваются любые чувства и был такой период в западной философии он назывался период романтизма когда чувства были поставлены на место разума и романтики значили намного больше чем прагматичные люди но когда мы заботимся иметь Бога в разуме ситуация начинает меняться и противники церкви они поддерживают любые чувства в каждом человеке манипулируют ими направляют их и как я уже сказал это в планетарном масштабе и это угроза особенно для тех у кого сознание еще не пробудилось это прежде всего дети дети они больше чувствуют чем понимают и задача дьявола представляют и фараон вы идите прославляйте Бога но без детей детей не надо брать собой. Была такая идеология в Египте. И такая же идеология была, кстати, в Советском Союзе. В Советском Союзе церковь была отдельна от школы, а школа от церкви. И помимо того, что религиозная пропаганда была запрещена, так называлась проповедь, пропаганда, в Уголовном Кодексе была статья за организацию молодежных библейских кружков, за организацию воскресных школ предусматривалось тюремное наказание. И это приравнивалось как бы к совращению несовершеннолетних. От года до трёх в одном случае, от года до трёх в другом случае. Мир, он уже объявил, что проект христианства закрыт, он отменяется. Что это вчерашний день. Единственное, что меня в этом утешает, такое было и раньше. Например, когда была французская революция во второй половине XVIII века, вот тогда эта гидра, она выползла из глубин человеческих чувств. И тогда прямо заявляли, что христианства больше не будет, мы будем поклоняться науке. Но это делалось самым чувственным образом. Например, когда в Париже был праздник День Знания, то известную парижскую шлюху одели как символ науки, познания и внесли в Нотр-Дам-де-Пари, собор парижской богоматери, и посадили на престол. И восторженные толпы кричали, нам нужна наука, нам не нужна религия. Но это было всё очень чувственно. Там были вот эти какие-то манты-зубрилки, как в сайское время. Помните, было много мантр-зубрилок? Там Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, как будто речь идёт о каком-то зомби. Или вот этот гимн «Вставай, проклятием, заклемённый». Мы считываем эту информацию, мы знаем, кто такой проклятием, заклемённый. И когда толпы пели «Вставай, проклятием, заклемённый», они как бы призывали вот это зло на нашей земле. Проблема, связанная с историей, история не знает длительных процессов. Всё может поменяться резко и неожиданно. Ведь если мы вспоминаем февральскую, потом октябрьскую революцию 1917 года, незадолго до этого отмечали 300-летие дома Романовых. Это было имперское торжество. Ставились спектакли, служились пышные молебны, писались книги. И вся империя отмечала 300-летие династии Романовых. И губернаторы докладывали, какие положительные результаты, какой подъём патриотизма. И была полная уверенность, что ещё как минимум 300 лет династия будет править на просторах Российской империи. И вдруг всё это рухнуло. Всё это прекратилось. И это может произойти и в ближайшем будущем. Потому что наша самоуверенность, что мы всегда победители, она бросает вызов божественному промыслу. Мы как бы минуем Бога. Это савдеповская традиция. Никто не даст освобождение. Ни Бог, ни царь, ни герой. Добьёмся мы освобождения своей собственной рукой. И вот это упование на собственную руку, на собственные усилия, это очень серьёзная проблема. Поэтому Христос, входящий в Иерусалим твоей и моей души, это Христос, который совершает акт домостроительства нашего спасения. Но для того, чтобы ему начать совершать акт домостроительства нашего спасения, он должен войти в нас, как сказано, верою, вселиться Христу в сердца вашей. И тропарь, который поётся в Великий Понедельник, «Все жених грядёт в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще, недостоин же паки его же обрящет унывающе, блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предано будиши, и царствия вне затворишися, но воспряний зовуще, свят, 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 если Божий Богородицею помилуй нас». И также в Великий Понедельник мы поём «Кандак» «Яков рыдаше Иосифа лишения и дублей сидяше на колеснице Яко царь почитаем «Египтян нынебо тогда сластем не поработав, вос прославлявшися от ведущего человеческое сердца и посылающего венец нетленный». Итак, у нас две темы связанные с Великим Понедельником и две темы затрагивают тему царства. Христос входит в Иерусалим как царь. Он не хочет, чтобы грех царствовал в твоём или моём Иерусалиме. Он хочет, чтобы его праведность, праведность Христова и её благоухание воцарились бы в Иерусалиме твоей и моей души. Современный мир готов иметь дело со Христом как с философом, как с моралистом. современный мир готов иметь дело со Христом как с Богом, который бесконечно удалён от этого мира. Но современный мир не готов иметь дело со Христом как с царём. Как с царём. Об этом писал русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьёв. Почему современный мир не хочет иметь дело со Христом как с царём? Потому что есть разные правители, царьки, временщики, которые занимают определённое положение в планетарном масштабе, планета нарезана на государство, на образование, на конфедерации, которые объединяют государства и так далее, и так далее. И каждый из них не готов иметь дело с Христом царём. Он не нужен. Пусть он Бог, который бесконечно превознесён над этим миром, пусть он моралист, кто угодно, только не царь, не правитель. И когда мы открываем православное догматическое богословие Макария, мы видим, что в своей христологии, рассуждая об истинном человечестве Христа, он выделяет три служения Христа в его человечестве. Это служение первосвященника, это служение пророка и это служение царя. И надо сказать, что эти три служения относятся к церкви как к телу Христову. в том смысле, что церковь совершает богослужение, то, чем руководил первосвященник, и мы воспринимаем церковную службу, которая, опережая пространство и время, осуществляет сакральные действия яку на небеси и на земли. пророческое служение церкви – это верность Библии книгам Ветхого и Нового Завета, потому что вся Библия называется вернейшим пророческим словом. Царственное служение церкви – это провозглашение церковью теократического принципа, что никакая земная власть не выше церковной власти. Ибо власть церкви и только церкви от земли до небеси, как Христос говорит, сообщая эту власть своим ученикам, то, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, то, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И есть очень интересный имперский автор Дорюционы Зызыкин. Он написал большую книгу о патриархе Никоне. Но главная тема этой книги – это соотношение царства церкви и царства этого мира. И он приводит россыпь цитат отцов церкви прежде всего, авторитетнейших авторов, что земной царь ниже каждого священнослужителя, что власть церкви, которая распространяется от земли до неба, она выше любой власти этих временщиков. церкви земная власть бывает разная, но именно демократическая форма управления способствует приходу к власти совершенно случайных людей. Например, Адольф Гитлер был избран вполне демократическим путем и занял место канцлера Германии. Когда мы говорим о демократии, мы должны понять, что это идеология широкого и пространного пути, ибо если акцент делается на избирательную систему и на выбор большинства, то это идеология широкого и пространного пути, и это психология толпы. И толпа, выбирая между Христом и Варавой, всегда изберет дьявола Вараву. А по отношению ко Христу она будет вопить распять, распять, распять его. Даже люди, которые имеют самостоятельную позицию, оказавшись втянутые водоворот настроений толпы, неожиданно для себя подчиняются законам массового безумия. И очень важно для христианина не участвовать в коллективных политических, каких угодно преступлениях его современников. Потому что наш путь – это не широкий пространный путь, конец которого плач и скрежет зубов в аду. Наш путь – это узкий путь. Первый человек, который столкнулся с такой дилеммой, это был патриарх Авраам. Патриарх Авраам. Он называется евреем. Но что означает это слово? Оно означает с другой стороны Эфрата, то есть перешедший Эфрат. И имеется в виду, что он по одну сторону Эфрата, а весь остальной мир по другую. Со своими коллективными преступлениями, от военных до политических и даже до религиозных. И Христос никогда не говорил, что христиане будут в большинстве. Напротив, он говорил, не бойся малое стадо, отец благоволит дать вам небо. И люди, которые занимаются православной эсхатологией, они вам скажут, церковь началась как малое стадо, и она кончится как малое стадо. Господь Иисус говорит, Сын человеческий, Сын Божий, придя на землю, обрящет ли веру на земле? То есть христиан будет так мало, меньше, чем во времена возникновения церкви. Итак, в этот день в евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф и зависть его братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет, где в положенный час он спас народ от страшной напасти. Таким образом, Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на крест, он подарил нам всем жизнь вечную. Также в этот день читается Евангелие о Втором пришествии Христовом и вспоминается несколько притч. И вот прежде, чем мы перейдем к этим притчам, которые читаются в Великий Понедельник, несколько слов об Иосифе. Он называется Иосиф Прекрасный или он называется Иосиф Премудрый. Это особая личность в силу его участия в домостроительстве спасения собственного семейства и потом собственного народа. И что интересно, не только Церковь проецирует образ Иосифа на образ Христа Мессии, но и Синагога. В иудаизме есть четкое понятие, что есть как бы две парадигмы Мессии, Христа, Мессиаха. это Мессиах Бен Давид, то есть Мессия Христос, сын Давида. Это Мессия, который придет как военно-политический лидер, который будет совершать свои суды. Это абсолютно укладывается в христианскую концепцию о втором пришествии, когда Христос является и убивает Антихриста дыханием уст своих и устанавливает теократический порядок. Но в то же время иудеи осознают, что есть другая парадигма Мессии, Христа. Это Мессиах Бен Иосеф, то есть Мессия Христос, сын Иосифа. Имеется в виду Иосиф прекрасный. Это концепция страдающего Мессии. Что интересно, вот этот известный текст из пророка Исаии, он взял на себя наши немощи, наши болезни. Он считается мессианским не только у христиан, но и у иудеев. Это удивительно. И вот страждущий Мессия в христианской концепции это то, что соответствует первому пришествию, когда он пришел не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти этот мир. когда он приходит в самоуничижение, пришел к своим и свои не приняли, как Иосиф приходит к братьям, они не принимают его, за серебреники хотят продать его, и воцаряется Христос Иосиф не среди евреев, среди язычников, а еврейский народ не принял Христа, но церковь основалась в языческом мире, о чем пророчествовал Исаия, что Мессия будет свет в откровении языков, и все язычники в планетарном масштабе узнали закон Божий, приняли Тору, что такое Псалты, что такое Евангелие в формате Христовой проповеди, а современный иудаизм он просто на это не способен, это вещь замкнутая сама в себе и сама на себя, у них запрещено проповедовать их веру неевреям, причем в самой грубой форме они обязаны прогнать нееврея, который пришел к ним в поисках религии. И для нас, конечно, в Иосифе очень важен его конфликт с братьями, это проекция конфликта еврейского народа со Христом. И все вы, наверное, помните эту историю во второй части книги Бытия, когда братья уверены, что Иосифа разорвал зверь, что его нету в живых, и вдруг тот, кто воцарился над гегемоном языческого мира, над Египтом, говорит им «они Иосиф, они я Иосиф, Иосиф». И пророк Захария описывает, что произойдет, когда еврейский народ поймет, что тот, кого они распяли, это и есть Мессия Израиля. Когда они услышат «они Мессиях, я Христос», и Господь наш Иисус откроется им, и мы знаем эскатологию этого события, Бог пошлет на землю во дне Антихриста двух пророков, которые живыми были взяты на небеса, это пророк Енох, из допотопного мира и пророк Илья из второго мира, в котором мы с вами живем. И если Енох придет для того, чтобы обличать Антихриста в глазах всех народов, то Илья придет к еврейскому народу. Откройте книгу пророка Малахия, последняя глава, последние два стиха, там говорится только об этом. только об этом. Поэтому Иосиф прекрасный, этот таинственный образ, я бы сказал, икона Христа, грядущего в мир во втором пришествии, в его взаимодействии с собственным народом, еврейским народом. и есть книга Нилуса, близ есть при дверях, по-моему, она так называется, он приводит высказывание отцов церкви россыпь, что иудеи примут Христа, что они станут христианами. И святитель Феофан Затворник настаивает на том, что, как сказано апостола Павла, дверь спасения закроется для язычников, сейчас она еще открыта, и откроется для Израиля. И Феофан пишет, будет соревнование между уверовавшими из язычников и уверовавшими из евреев. Евреев будет становиться все больше и больше в церкви, потому что Господь и собирает их на их земле, и об этом говорили древние пророки. Соберу вас от края земли, соберу, как птица собирает птенцов своих, и вот это то, что исполняется. Я помню, я был подростком, я посещал Киев, и в Киеве мне показали бабушку очень-очень старую, и мне сказали, ее семья в Киеве еще при царе, первая еврейская семья, которая перешла в христианство. Но сейчас в том же Киеве там десятки и десятки тысяч людей, которые от крови Авраама, Исаака и Якова, и они стали христианами, они отреклись от заблуждений Талмуда. И личность Иосифа, она здесь очень много значна. Вот что пишет святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. К нам с вами часто приходит и рано и поздно насадитель жизни нашей Господь Иисус Христос. Почему святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский называет Христа насадителем жизни? О Боге сказано в Новом Завете мы им живем, движемся и существуем. К нам с вами часто приходит и рано и поздно насадитель жизни нашей Господь Иисус Христос, алчущий нашего спасения. Приходит, чтобы утолить голод души нашей, чтобы стать для нее хлебом жизни. И, увы, почти всегда находится в нас нечто противное. Он находит в нас только заботы о житейском, одни листья плодов же веры, всеусиленного попечения спасения душ наших нет, как нет. и в истории Иосифа мы видим, что начался голод и люди пошли в Египет, потому что только там был хлеб, рачительством Иосифа Премудрого и братья пришли, они не узнали его, они были уверены, что он растерзан зверем, как и сейчас многие-многие потомки Авраама, Исаака и Якова считают, что смерть поглотила Христа. И Иисус есть хлеб, сошедший с небес, он сам говорит об этом, я есть хлеб, сошедший с небес, он рождается в Вифлееме, Вифлеем по-еврейски Бетлахем, дом хлеба, и отцы церкви говорят, хлеб, сошедший с небес, рождается в доме хлеба в Вифлееме, чтобы евхаристически напитать всю Эйкумену. И вот эта тайна Израиля и Христа, Христа и Израиля, она до сих пор исследуется, она до сих пор открыта. Великий вторник. Мы поем тот же тропарь, «Все жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще, недостоин шипаки его же обрящет унывающе, блюди уба души моя, не сном отяготисься, да не смерти предано будиши, и царствия вне затворишися, но воспря не зовуще, свят, 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 если Боже Богородицею помилуй нас». И в этот же день мы исполняем Кондак «Час душе конца помысливший и посечения смоковницы убоявшейся данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующая и зовущая, да не пребудем вне чертога Христова». Притчи, которые читаются в понедельник и во вторник, великий понедельник и великий вторник, они представляют огромный интерес для нас. Великий понедельник первая притча о злых виноградарях, которые были настолько лукавы, что не отдавали хозяину виноградника плодов в надлежащее время. они избили слуг, которых посылал хозяин и убили его единственного сына. В этой притче для христиан все понятно и прозрачно. Вторая притча о бесплодной смоковнице, которую проклял Господь за то, что она не приносила плода, и эта тема, она продолжается и великий вторник, и мы видим ее в Кандаке великого вторника. Действительно, есть разные древние символы Израиля, прежде всего виноградные лоза, но также смоковница. И отцы обращают внимание на то, что виноградные лоза больше относятся к церкви христианской, а образ неплодящейся смоковницы к ветхому Израилю. И когда архиерей совершает богослужение литургическое, он призывает благословение Божие, Благослови виноград сей, его же насади, десница твоя. Евангельское чтение великого вторника является частью ряда бесед Христовых о страшном суде. Суды приближаются. Мы чувствуем это, мы распознаем это. В Библии говорится, что суды Божии начнутся с народа Божия, с церкви. И те скандалы вокруг церкви, которые осуществляются, кстати, в планетарном масштабе, это началось где-то в 70-х годах, известные расследования в Канаде, в других местах, в Европе, потом организация объединенных наций обозначила скандальные темы для христианского мира. И верующие Божьей милостью, как сказано, не судятся и на суд не приходят. Почему? Они получают по полной программе в этой жизни. По полной программе. И христиане всегда знают, за что и почему они получают. Но суды, как сказано в Библии, суды Божия, начинаются с народа Божия, именно с церкви. И все эти скандалы, все эти разоблачения и так далее, и так далее, это часть Божьего замысла по отношению ко всему христианскому народу. И вот эта тема, она представляет для нас интерес. И в Библии, чтобы вам лучше понять, есть такая фраза «Горе грабителю, который не был ограблен». Почему? Если человек не получает при этой жизни наказание за то дурное, что он совершает, ему придется отвечать в вечной жизни. Но если человек понес наказание за свои преступления в этой жизни, он никому ничего не должен. Если вы приедете в Соединенные Штаты Америки, правда, сейчас не рекомендую вам туда ездить, и посетите город, в котором был убит президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди, вам посоветуют посетить могилу, на которой только одна надпись «Освальд». Это тот самый Освальд, который по версии следствия стрелял в Кеннеди. Почему тело выдали родным? потому что только в нашем совке мертвых не выдавали. Это страшное преступление. Если человека расстреливают, он платит цену своей жизни за то дурное, что он сделал, он никому ничего не должен. Его тело должно быть передано родным и близким. Я помню, как-то участвовал в дискуссии, это еще было при Патриархе Алексеев Втором, а что делать с этой мумией Ульянова Ленина, если все-таки удастся закрыть мавзолей. И там были представители богословских школ, и все сошлись на одной мысли. Этот человек был крещен, миропомазан, причащался. Мы обязаны предать земле. Мы можем иметь свое отношение к той или иной личности, но есть законы Бога, и они непреложны. И если суды начинаются с народа Божия, с церкви, то это означает, что верующие не судятся и на суд и приходят. И бойтесь того, когда вы будете согрешать, и ничего дурного не происходит по отношению к вам. Я называю такую ситуацию равнодушие небес. Вам как бы уже вынесен приговор, вы уже погубили себя, и не дай Бог пережить такое равнодушие небес. Сказано, кого Бог любит, того Бог наказывает. И отцы церкви всегда подчеркивали, что все суды Божьи имеют педагогическое значение. Итак, Господь рассказывал ученикам о своем втором пришествии, а также несколько притч, это уже о Великом вторнике. первая притча о десяти мудрых девах, запавшихся маслом для светильников, чтобы встретить грядущего жениха, и о десяти неразумных девах по своей рассеянности, оказавшихся неготовыми к этой встрече. масло это символ помазания. Помазание это действие Духа Святаго. Именно это имеет в виду русский преподобный старец Серафим Саровский, когда говорит, что смысл жизни христианина стяжание благодати Духа Святаго. Что такое стяжание благодати Духа Святаго? Это рачительное отношение к той благодати, которую мы получаем через Таинство Церкви. Совершитель всех Таинств Дух Святой. Его силы совершаются Таинство, совершаются Христом. Поэтому масло это помазание пророков. Масло это помазание царей. Масло это помазание первосвященников три аспекта служения Христа и Церкви в человеческом измерении его истинного человечества и нашего отношения к Нему как главе Церкви, ибо Церковь называется телом Христова. Отец Павел Флоренский, очень интересный и богослов, и философ. Однажды он записал такую мысль «Вся разруха в современной церковной жизни от невнимания культу, от невнимания культу». если по Серафиму Саровскому мы должны рачительно относиться к той благодати, которую получаем в Таинствах Церкви, оберегать ее, как в книге притч сказано «Пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города», то культ внешнее выражение Таинства и обряд внешнее выражение Таинства и за этим внешним скрывается подлинное Таинство, то есть действие, которое недоступно нашему рациональному восприятию. Мы буквально должны богатеть в Боге. Пророк Амос пишет, что голод и жажда последнего времени – это не голод хлеба и не жажда воды, это голод и жажда слышания Слова Божия, и люди будут ходить от моря до моря искать Слова Божия, и они не найдут его свободу. Да, свобода у нас есть. Я помню, этот процесс начался еще в советское время, когда Горбачев встретился с иерархами нашей церкви, отмечалось тысячелетие крещения Руси, массово люди крестились, венчались, соборовались, исповедовались, причащались. И когда патриарх Алексий взошел на кафедру в Кремлевских соборах и служил, это было знаковое событие. И я помню, тогда многие говорили, как только ударит Иван колокол, это будет возрождение Руси. Вот та свобода на малое время, о которой сказано, что будет такая свобода. Потом были другие условия, люди говорили, вот как только царскую семью канонизируют, будет возрождение Руси. Вот как только, вот как только, мы это слышим. А после двухтысячных ситуация начала меняться. И многие священников спрашивали, а когда же будет восстановление царства русского? И более зрелые священники, они говорили, а все прошло, вы не заметили? Свободу на малое время и монастыри открыли, и храмы вернули, и Библию напечатали. Все прошло. Теперь наступает зима, она будет длиться долго, эта зима, и будет все холоднее и холоднее сразу, сразу, вскоре после двухтысячного. И действительно, мы видим, как отношение к церкви резко меняется. я помню советский период, последний советский период, любой кандидат священнослужитель проходил на любых выборах, и тогда власть испугалась церкви, что государственной думе будут представлены только священнослужители, и они надавили на церковь, чтобы она отказалась от участия именно в выборных кампаниях. А выбирали-то людей не в службу управления хозяйством, что действительно запрещается канонами церкви, а выбирали-то их в законодательный орган, в котором церковь обязана принимать участие, и используя рычаги воздействия, там какой-то компромат может быть накопленный, эту тему закрыли. Они испугались. И тогда во власть стали приходить люди, откровенно враждебные к церкви. И они стали менять отношение к церкви. А нам казалось, что если к нам так хорошо относятся, так будет всегда. Но мы отдали законодательную систему, швырнули под ноги врагам церкви. И они занимались расцерковлением нашего народа. они вставляли всевозможные припоны, чтобы храмы не возвращали, чтобы собственность церкви не возвращалась к ней в полном объеме. Их попытка загнать церковь в резервацию, в некое гетто. «Итак, вторая притча, притча о талантах. В ней говорится о том, как господин призвал трех рабов своих и дал каждому из них таланты. Талант это денежная единица, которая использовалась в античные времена в Европе, Передней Азии и Северной Африке. двое вложили все, что у них было, все таланты, в труды свои и таким образом приумножили свое богатство и за это господин наградил их, а третий не захотел утруждать себя и просто зарыл данный ему талант в землю. Господин рассердился на раба, за его лукавство, отнял у него талант и отдал одному из слуг самому трудолюбивому. И на русском языке есть такая пословица «не зарывай талант». Хотя изначально талант это не какие-то способности человека, а именно очень дорогостоящая монета талант. По поводу интеллигенции существовало такое понятие, что это вшивые интеллигенции. С чем это связано? Когда были времена военного коммунизма, проблемы были с разными вещами, мыло выдавали только рабочим, а интеллигентным людям, работникам умственного труда мыло не выдавали по карточкам, и поэтому называли вшивые интеллигенции. Общее понятие было такое в советский период «кухарка может управлять государством». Причем об этом говорили, и мы можем это услышать в какие-то художественные фильмы, чьи-то заявления политические и так далее. последний грамотный человек, который возглавлял нашу страну, это Владимир Ильич Ульянов Ленин. Он имел хорошее имперское образование, но он враг церкви, но он враг церкви. Последующий правитель вообще люди без образования. Никита Хрущев хвастался, что у него неполное образование, и это его сближает с народом. И все последующие не имели образования, не могут считаться образованными людьми, это были случайные люди, которые волей случая, они дорывались до власти, по сути делал проходимцы. Даже самые интеллигентные из них, внешне интеллигентные, это Андропов, он не имел нормального образования. То, что они заочно где-то учились, уже заняв определенное положение в партии, ну, может только представлять, что это за образование. Элита интеллектуальная уничтожалась. Элита наций, интеллектуальная элита, это духовенство и дворянство. И как я часто объясняю, дворянство это открытый институт, абсолютно открытый институт. Поднимите руки тех, кто имеет высшее образование. Поздравляю вас, у каждого из вас личное дворянство по табелю о рангах. Личное дворянство. Это не был закрытый институт, он всегда был открыт, и любой человек мог занять определенное положение, как по армейской иерархии поднимаясь, так и по научной или какой-то другой. И мы знаем, как поступали с образованными людьми в нашей стране известный философский пароход. Хорошо, что это был пароход, а не шахта, куда сбрасывали великих князей. Хорошо, что это не та никому неизвестная могила массовая, где захоронен Николай Гумилев, прекрасный русский поэт, высоко образованный человек, человек, который знал массу языков, лингвистические способности были, исследователь, географ, спортсмен, как тогда говорили, подчеркивая как бы цельность образа. И мы получили то, что мы получили. Власть хама. И вот литераторы серебряного века, они чувствовали, что грядет хам, мировой хам, какое-то существо на уровне иудейского голема, всемирный хам, который опрокинет все и вся. А если при этом он напевал песенку «Вставай, проклятием, заклеменный», то образ вырисовывался очень конкретно. Сейчас очень важно, чтобы талантливые люди занимали положение в обществе, чтобы случайных людей не было ни на каких уровнях власти, как светской, так и духовной. И это очень важно. И сейчас церковь делает достаточно много в этом направлении. Я имею в виду гимназии, которые функционируют, где преподают классические языки. гимназист может по знанию греческого языка превзойти какого-нибудь богослова, который кончил духовную академию. И это уже реальность. Я сам сталкивался с такими юными гимназистами. Один на слух мне переводил Нагорную проповедь. Ему лет 14-15 из греческого так он вспоминал. И делал очень точный подстрочный перевод. У нас уже есть дети, которые сначала изучают церковно-славянский язык, потом идут в школу, и когда их спрашивают, что это за буквы, они говорят «Ас буки веди», «Я буквы знаю». Не какая-то мантрическая бабагадейка, а каждая буква, образ, слово, наставление. Поэтому притча о талантах для современной России, особенно для нашей молодежи, мы должны давать им то, чему не имели доступа сами. Сейчас есть возможность исполнить библейскую заповедь, когда в книге притч мы находим слова «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится в одни старости». Вот это очень важно осознать. Эта притча заставляет нас задуматься о том, что Господь наделяет неким талантом, даром каждого человека. Для каждого из нас этот дар уникален, но мы должны использовать то, что нам было даровано во благо, чтобы дело наше приносило добрые плоды, ведь за это потом каждый из нас будет держать ответ перед Богом. И счастье в христианской жизни – это распознать намерение Божие относительно самого себя и исполнить это намерение. Потому что многие люди совершенно очевидно занимаются не своим делом. Причем они добились серьезных успехов по иерархическим ступеням светской власти, духовной власти и так далее. Но человек должен заниматься своим делом, то, что у него получается. И мы видим, как таких людей вытесняют везде, особенно в миру. им не дают возможность пустить корни, они неинтересны. Их как некое инородное тело выдавливают. Если мы заговорили об инородном теле, то есть такое понятие физики, что любое инородное тело, которое попадает в какой-то организм, тут может быть только три решения. Поверьте мне, мы христиане инородное тело для этого мира, это так. Может быть только три решения. Первое решение. Среда выталкивает из себя инородное тело. Это мы видим, это реально происходит повсеместно, можно сказать. Она выталкивает инородное тело, и люди занимали какое-то положение в обществе, может быть даже в иерархии, мы уже не видим никого нигде. Далее. Среда трансформирует это тело, растворяя в себе. Это полная ассимиляция. И третье решение. Это тело деформирует среду, меняет ее. И когда Христос говорит, что вы есть соль мира, вы есть соль мира, соль земли, он имеет в виду, что соль это вещество, которое предохраняет что-либо от гниения и разложения. Но когда соль теряет силу, что значит соль потеряла силу? Перестала быть соленой, а это уже не соль. Иногда говорят, не сыпь не соль на рану. Я помню неоднократно в нашей системе церковной нам просто спускали сверху команду этих тем не касайтесь, этих тем не касайтесь. Особенно это было в советское время. Даже не поднимайте этих вопросов, нигде не обсуждайте, ни в коем случае. но соль, которая потеряла силу, это уже не соль, ее выбрасывают вон, как какой-то песочек белого цвета на попрание людям. И об этом надо помнить. Поэтому нам нужны люди не просто талантливые, но люди, которые могут проявлять жертвенность. потому что в книге Откровения Иоанна Богослова сказано участь боязливых в озере Огненном. А сколько раз проявляют страх мышленные компромиссы, которые граничили с отречением от наших идеалов на соглашательство. Каждый сам пусть ответит. Великая среда, тропарь тот же, все жених грядет в полунощи. Кандак Пачи блудницы Блажи Беззакону Вав Слез Тучи Никак уже Тебе Принесох Но Молчанием Молясь Припадаю Ти Любовью Облобызая Причисти Твои Нозе Яко До Оставление Мне Яко Владыка Подаси Долгов Зову Щети Спаси От скверных Дел Дел Моих Избави Мя В этот День Мы Вспоминаем Блудницу Которая Пришла В дом Где Находился Иисус Возлила Драгоценное Мира И Волосами Отирала Его Ноги Но Также В этот День Мы Вспоминаем Предательство Иуды За 30 Серебряников За 30 Серебряников Нет Все Сложнее И Юда Швырнул Эти Серебряники В Лицо Этим Людям Он Сказал Я Предал Кровь Невинную Идеология Иуды В некотором смысле Господствующая В нашем мире Заключалась В том Что Он Хотел Спровоцировать Приход Христа К власти Об этом Пишут Очень многие Богословы Потому Что Если Мы Скажем Что Дело В Серебряниках Почему Он Их Швырнул В Лицо Тем Самым Которые Ему Предложили Эти Деньги Ведь Накануне Этого События Мы Видим Спор Между Апостолами Кто Будет Справа От Иисуса Христа Кто Слева В Царстве Его Я Не говорю В Царстве Небесном Потому Что Речь Шла О Земном Царстве И Особенно После Воскрешения Четырехдневного Лазаря Четырехдневного Покойника Была Полная Уверенность Что Иисуса Могут Поставить Царем И Именно Апостолы Станут Министрами В Его Новом Царстве Мессианском Царстве Земном Но Так Как Идеология Иисуса Как ее Воспринимает Июда Она Не Соответствует Такому Напору Который Он Должен Проявить Так Думал Июда И он Решил Спровоцировать Христа На ряд Чудес Знамений Которые Ускорят Его Христа Воцарение И когда Он Увидел Христа Оплеванным Распитым Умершим Он Понял Что Его Вот Эта Галлюцинация Связанная С хелиазмом Земным Царством Бога Это Мираж Это Все Провалилось Это Не так И он Понял Что Он Предал Душу Невинную Он Швырнул Эти Деньги Раскаялся Пошел И удавился Евангельский Рассказ Начинается С того Момента Когда Иисус Пребывал В Вифании В доме Симона Покаженного Тогда К нему Пришла Некая Женщина Грешница И Принесла С собой Драгоценное Мира Которая Возлила На голову Спасителя На его Ноги Прежде Всего Ученики Вознегодовали От такой Расточительности Но Иисус Остановил Их Растолковав Что Она Доброе Дело Сделала Для Него Тем Самым Приуготовляя Его Тело К погребения В то же Время Июда Искариот Один из Учеников Христа Сговорился С первосвященниками Тут Причинно-следственная Связь Мира Оказалась Очень Драгоценным Эти деньги Можно было Использовать Для Каких-то Действий По Воцарению Христа Июда После этого Он идет Первосвященником Он понимает Надо как-то Иначе Ускорить Процесс Потому что Это Толстовство Христа Прямо Скажем Июде Не понравилось Июде Не понравилось Давайте Не забывать О том Что в то Время Эра Цесраэль Земля Израиля Находилась Под Римской Оккупацией Но Иисус Христос Как Коллаборационист Общается С Оккупантами Помните Как Иисус Христос Отреагировал На веру Сотника Он Сказал И в Израиле Я не нашел Такой Веры Как у Этого Оккупанта Почему Еврейский Народ Не принял Христа Они ждали Его Как Военно-политического Лидера Религиозного Лидера По сути дела Они перепутали Второе Пришествие Христова Которое Отражено В пророческих Текстах Ветхого Завета С его Первым Пришествием Когда он пришел Не судить мир А спасать мир Они были уверены Что если Мессия придет Он свергнет Оккупацию Римлян Язычников И уничтожит Язычество В планетарном масштабе И поставит Евреев Царями И священниками И пророками Над всеми Племенами Народами И языками Но Христос Который пришел Он пришел Не для того Чтобы Бороться С римской Окупацией У него был Один такой Ученик Скинхед Симон Зилот Зилот Это Скинхеды Которые бегали По Иерусалиму Ловили Иностранцев Избивали И убивали Их Христос Пришел Для того Чтобы освободить Нас от Окупации Дьявола От власти Дьявола От власти Греха От власти Страха Смерти Что он побеждает Своим воскресением Он пришел Чтобы Свергнуть Не римлян А самих И римлян И эллинов И иудеев И скифов Сделать Свободными От власти Дьявола От власти Греха И от власти Страха Смерти Нас тоже Толкают На этот Опасный Путь Механическим Путем Мы будем Освободителями Мы всех Освободим Мы Станем Самыми Счастливыми Самыми Богатыми Это и Есть Та Обманка В которой Провалился Еврейский Народ Когда он Дошел До того Что он Начал Кричать Что они Хотят Власти Кесаря Что им Не нужен Никто Кроме Кесаря Потому что Все кончается Именно Этим Когда вместо Того Чтобы надеяться На Бога Люди Начинают Надеяться На такого Же Человека Как Они Сами Как Пророк Исаик Говорит Перестаньте Вы Надеяться На человека Дыхание Которого В ноздрях Его Сейчас Это видно В политарном Масштабе Обожествление Государственных Лидеров Вера В их Непогрешимость Обожествление Самой Государственной Машины Ведь Это было Именно Во дни Иисуса Христа Это Император Рима Считался Сыном Божьим Он Считался Сыном Божьим А не Сын Плотника Как смотрели На Иисуса Императором Рима Ставили Храмы Они Назывались Храм Гению Императора Такого-то Еще При жизни И Обожествляли Государство Эту Машину Насилие Иисус Пришел Не до этого Он Прямо Говорит Что Его Царство Не от мира Сего В том Смысле Что Мир Не способен Принять Теократический Порядок В полной Мере И И Июда Делает Свой Выбор Он Как бы Выбирает Между Светским И Религиозным И Его Решение Теряет Духовный Смысл Иисус Арестован Ангелы Не защитили Его Он Распит Он Умер Он Погребен И Июда Чувствует Ответственность Итак Мы Видим Здесь Двух Людей Эта Женщина И Этот Ученик Два Отношения Два Разных Поведения И Коль Уж Мы Заговорили О Раскаянии И Юды Давайте Вспомним Что В то же Время Раскаялись Два Человека И Они Говорятся В Евангелиях И Юда Раскаялся Пошел И Удавился И Был Апостол Петр Который Услышал Крик Петуха Он Раскаялся И Горько Заплакал Тут И Тут Раскаялся Причем Раскаяние Юды Было Более Деятельно Он Вернул Эти Деньги Швырнул В лицо Этим Людям Потом Иуда Предал Христа Один раз Петр Трижды Отрекся От Божественного Учителя То Что Совершил Иуда Это Раскаяние Перед Самим Собой Это Сожаление Которое Сожрало Его Изнутри Самоедство А Раскаяние Петра Это Упование На Божественное Милосердие И Божественную Любовь В этом Принципиальная Разница В этом Разница Между Государством И Церковью Верующими И Неверующими И В социальной Концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата Черным По Белому Записано Если Цели Государства Это Благополучие В земной Жизни То Цели Церкви Это Вечная Жизнь Бога И Богом И В этой Концепции Сказано Государство Не Наследует Жизни Вечной Этот Институт Теряет Смысл С Воцарением Христа И Когда Вы Читаете Молитву Мы Читаем С вами Молитву Отче Наш Молитву Господню Там Есть Вот Эти Слова Да Будет Воля Твоя Яко На Небеси И На Земли Осознаем Мы Это Или Нет Мы Просим Чтобы Рано Или Поздно Все Формы Человеческого Правления Прекратились Бы И Теократическая Власть Осуществилась Бы На Земле Так же Как Она Осуществилась И На Небе И Юда Это Это Диссидент Это Не Апостол Он Ищет Механическое Решение Разных Задач Это Более Сложная Личность Поэтому Дискуссия По Поводу Этого Апостола Она Продолжается До сих пор Все Богослужебные Тексты И песнопения Этого дня Готовят Нас К страшным Событиям Уже Произошло Осуждение И Предательство Спасителя Как Сказано Старцы И Архиерей Составили Заговор Против Иисуса Близится Час Его Страданий И мы Переходим К Великому Четвергу Тропарь Этого дня Егда Славнее Ученицы На умовение Вечери Просвещахуся Тогда Июда Злочестивый Сребролюбием Не дуговав Омрачавшися И Беззаконным Судьям Тебе Праведного Судию Предает Виждь Имени Расточителю Всех ради Удавления Употребиша Бежи Бежи Несытая Души Учителю Таковая Дерзнувшая Иже О всех Благие Господи Слава Тебе И Кондак Этого дня Имеет Евхаристическую Направленность Хлеб Приим Вруцы Предатель Сокровенно Ты Я Простирает И Прием Лет Цену Создавшего Своим Рукам Человека И Неисправлен Прибыст Июда Раб Ильстец Такой текст Тоже Присутствует И когда мы Читаем Правила К Святому Причастию Мы неизменно Повторяем Одни и те же Слова Нелабзани Тедам Яка Июда Нелабзани Тедам Яка Июда Христианин Это человек Который Выбирая Между Кесарем И Христом Всегда Избирает Христа И Еврейский Народ Был наказан За Политизацию Своего Представления О Мессии Самым Жестоким Образом Они Кричали Нет царя Кроме Кесаря Нет царя Кроме Кесаря И пройдет Несколько Десятилетий Иерусалим Будет Окружен Римскими Властями И по Приказу Кесаря Каждого Кто будет Убегать Из Иерусалима Будут Распинать И Вешать На кресте На глазах Иерусалима И все Которые будут Смотреть Со стен Иерусалима На этих Сотни И сотни Распятых Они будут Вспоминать Одного Распятого Того Кого Они Отвергли Предпочтя Его Кесарю Остаться Один На один С бездушным Аппаратом Насилия Они Обрекли Себя На это Преступление А как Известно Бог Наказывает Людей Их Собственными Грехами Великий Четверг Приближает Нас К часу Крестных Страданий Христа Это Своего рода Кульминация Страстей Христовых Вспоминаются События Тайной Вечери Час Суда И Предание Христа На Смертные Муки Накануне Страшного Дня Христос Совершает Последнюю Трапезу Со Своими Учениками В знак Смирения Господь Омывает Ноги Своим Ученикам Показывая Пример Того Как Должны Им Обращаться Друг С Другом Не Превознося Себя Как Он И Говорит Если Я Учитель И Господь Омыл Ваши Ноги То и вы Поступайте Так же В память Об этом Моменте Ивангельской Истории В церкви Установлена Традиция Чин Омовения Ног Когда Патриарх Или Архиепископ Той или иной Поместной Церкви Омывает Ноги Священникам Пресвитерам Или даже Мирянам Этот чин Сохраняется В православных Церквах Он Сохраняется В римской Церкви В западной Церкви Так как Это очень Древняя Традиция В этом Подражать Христу Он Совершается Архиереем Епископом Архиепископом Метрополитом Патриархом На Богослужение Великого Четверга По Омовении Ног Иисус Совершил Пасху И установил Великое Таинство Евхаристии То есть Господь Даровал Людям Свои Тела И Свою Кровь И Свою Кровь Если Сейчас В мире Который Явно Сошел С ума Мир Кстати Действительно Сошел С ума Готовы Проливать Кровь Многих И многих Людей Ради Какого-то Мистического Блага Счастья Христос Приходит В мир Со Своей Кровью Чтобы Даровать Нам Счастье Как Сказано Во Христе Мы имеем Жизнь И жизнь С избытком Что такое Жизнь С избытком Это жизнь Которая Начавшись Здесь В этой Временной Земной Жизни Она уже Не прекратится Никогда Но Он Приходит Не для того Чтобы проливать Чью-то Кровь Он проливает Свою Кровь И В день Тайной Вечери Он Предлагает Своё тело Он Предлагает Свою Кровь Он Являет Нам Суть Христианского Исповедания Христианскую Жертвенность Ибо Христианин Как и Христос Это Человек Для других Людей Но Не для себя Это Это событие Подробно Описывается В Евангелии От Матфея 26 глава С 26 По 28 стих И когда Они ели Иисус Взял хлеб И благословив Преломил И раздавая Ученикам Сказал Примите Ядите Сие Тело Мое И взяв Чашу И благодарив Подал Им И сказал Пейте Из нее Все Ибо Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За многих Изливаемое В оставление Грехов Находясь же Среди Учеников Своих Иисус Сказал Что Один из них Предаст Его Тогда Ученики Опечалились И стали Спрашивать Кто Это Господь Сказал Что Это Будет Тот Кто Опустит Вместе С ним Руку В Соль Дело В том Что Для Пасхального Седора Иудейского Соль Разводится В воде Чтобы Она Напоминала Слезы Соленые Слезы Еврейского Народа Прежде всего Еврейских Детей Которых Уничтожали В Египте И вот Христос Говорит Вот Кто Омочит Со Мною Руку В этом Растворе Тот И Есть Предатель И при этом Иуда Ведет себя Девко Он Революционер Он Должен Ускорить Воцарение Христа Установление Порядка Мы Будем Самой Лучшей Страною Мы Пойдем Освобождать Другие Страны Мы Будем Уничтожать Язычников Мы Будем Вести Священную Войну Не Я Ли Рави Спрашивает Иуда На что Иисус Ответил Ты Сказал Грех Обличает Грешника Больше Чем Нежели Сто Свидетелей Стояли И указывали Бо Пальцем На него Как Сказано Выражение Лиц их Свидетельствует О них И о своих Грехах Говорят Открыто Как Самаряне Господь Предсказывает Ученикам Искушения Которые Предстоят Апостолу Петру Петр Кифа Камень Он Предсказывает Что этот Камень Трижды Треснет Что он Трижды Отречется От своего Учителя Спрашивали И другие Ученики Не я ли Не я ли И божилися Другие Ученики Не только Петр Что все Отрекутся Они Не отрекутся По окончании Праздничной Трапезы Иисус Отправляется С учениками Гефсиманский Сад Где Возносит Свои молитвы Богу Отцу Искорбит О предстоящих Мучениях Те из вас Которые были На святой земле Наверное Помнят Ильонский Сад Он на горе Надо идти Подниматься Вверх И там Собирались Жители Иерусалима Пасхальную Ночь У иудеев Пасха Это не Общественный Праздник Это семейный Праздник И там Пели псалмы А потом Иисус С немногими Учениками Спускается В Бефсиманию Чтобы там Отдохнуть После Бессонного Дня И мы читаем И отойдя Немного То есть В Бефсимании Уже находясь Пал на лице Своё Молился И говорил Отче мой Если возможно Доминует Меня Чаша Сия Впрочем Не как я хочу Но как ты Евангелие От Матфея 26 39 Господь И спрашивает Воли Бога Отца Если это Возможно Избавить Его От предстоящих Страданий Но всё же Со смирением Произносит Отче мой Если не может Чаша Сия Миновать Меня Чтобы мне Не пить Её Да будет Воля Твоя Евангелие От Матфея 26 42 Иисус Молится Его Молитвенное Борение О чаши Ученики Не могут Поддерживать Его В молитве Их глаза Отяжелели Он взял Собою Наиболее Близких К нему Они засыпают Около полуночи Приходит Сад Предателей Юда Со множеством Вооружённого Народа Присланного От первосвященников И старейшин В темноте Трудно было Определиться Где Христос Задача Юды Заключалась В том Что он должен Был подойти И в темноте Распознать Кто Иисус И знак Для пришедших Кого я поцелую Тот и есть Возьмите Его Евангелие От Матфея 26 48 Июда Приближается Господу С немногими Учениками Он распознаёт В темноте Сада Кто Иисус Подходит К нему Целует Его И Господь Отвечает Целованием Ты предаёшь Меня Июда Божественная Евхаристия Это чудо Нашей веры В православии Это очень важный Тезис Я его часто Озвучиваю Наверняка Вы его слыхали В православии Спасение Не достигается Потому что Оно нигде Не достигается Однажды Апостолы Спросили Кто может Спастись Иисус Сказал Человекам Это невозможно В православии Спасение Не достигается Оно Принимается Евхаристически Распознаётся И Переживается Это Дар Человек Не может Самостоятельно Забраться На небо В результате Грехопадения Начались Необратимые Процессы Поэтому Посредник Между нами И Богом Это Бог и Человек Христос Иисус И блаженный Феофилак Пишет Посредник Между Богом И людьми Он должен быть Одновременно И Богом И человеком Иначе Он не может Быть Посредником Между Творцом И Творением Евхаристия Это Возможность Вновь и Вновь Переживать Встречу Со Христом Сегодня Вход Господень В Иерусалим Кто Сегодня Причащался Поднимите Руки Иисус Вошёл В Иерусалим Ваших Душ Он Вошёл В Иерусалим Моей души И мы пришли С веточками У кого веточки Поднимите Вот Немного Но есть Народ Народ Встречает Его Как царя Народ Приветствует Асанна Сыну Давидову Благословен Гряды Во имя Господне Но пройдёт Некоторое Время И это же Самая Толпа Это же Самый Народ Будет Кричать Распни 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 Его Он Входит В Иерусалим Твоей Моей души Но как Я проведу Эту Страстную Седмицу Насколько Я готов К этим Дням Не будем Спешить С ответом Иначе Мы повторим Ошибку Апостола Петра Великая Пятница Трапарь Трапарь Потребиша Ангелов Поклоняемся Страстем Твоим Христе Поклоняемся Страстем Твоим Христе Покажи Нам И славное Твое Воскресение Страстная Пятница Или Великая Пятница Самый Страшный День В истории Человечества Это День Распятия Господа Нашего Иисуса Христа Евангельские Чтения Этого дня Содержат Описание Страданий Страстей Христовых Иисус Спаситель Мира Был Отвергнут Избранным Народом Израиля Предан Иудой От него Трижды Отрекся Петр Разбежались Другие Ученики И только Немногие Женщины Жены Мироносица Сохраняют Твердость Духа В общении С Пресвятой Девой Марией На Богослужение Утреннее Вспоминается Время Когда Спасителя Схватили В Герсиманском Саду И его Осуждение Старейшинами И Первосвященниками На смерть На Богослужение Третьего Часа Рассказывается О суде У Понтия Пилата На Шестом Часе Вспоминаются Крестные Муки Иисуса Христа На Девятом Время Смерти И на Вечернее Время Снятия Спасителя С Креста Покрытия Площаницей И погребение Тела В пещере Мы не будем Много распространяться О Великом Дне О Великой Пятнице Ибо в этот день Само слово Логос Умолкло На кресте Умолкнем И мы Великая Суббота Великая Суббота Это День Которым Уже Завершается Завершена Страстная Седмица Тропарь Благобразный Иосиф С древа Снем Пречистое Тело Твое Площаницею Чистою Обвив И вонями То есть Благоуханием Во гробе Нови Покрыв Положи Церковь Поет Да молчит Всякая Плоть Человеча Этот гимн Поется Вместо Херувимской Вместо Херувимской Песни На Великом Выходе И слова Этого Песнопения Более чем С глубоким Смыслом Да молчит Всякая Плоть Человеча И да Стоит Со страхом И трепетом И ничто же Земное В себе Да Помышляет Царь Бог Царствующих И Господь Господствующих Приходит Заклатися И датися В снеть Верным Предходят Же Сему Лицы Ангельские Со всяким Началом И властью Многочитие Херувими И шестикрылатие Серафими Лица Закрывающие И вопиющие Песнь Аллилуйя 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 Иисус Христос Как Говорится В Новом Завете Умер По Писанию Что значит Умер По Писанию В Писании Сказано Проклят Висящий На древе И он Повис На кресте На древе Креста Взяв На себя Проклятие Всего Этого Мира В Писании Сказано Не бывает Прощения Грехов Без пролития Крови Он Истекает Кровью В Писании Сказано За грех Смерть Он Умирает На кресте Богословы Проводят Параллель Через Древо Познание Добра И зла Грех Вошел В этот мир Через Древо Голгофского Креста Власть Греха Дьявола И страха Смерти Прекращается Через Деву По имени Ева Которая Еще не познала Мужа Ослушание Богу Пришло В этот мир Через Деву По имени Мария В этот мир Рождается Тот Кто В Гессиманском Саду Говорит Да будет Не моя Но твоя Воля Он положен Во гроб И Иуда Переживает Полное Разочарование Он Оканчивает Собою Благослово Умолкло На кресте Душею Он Сходит В ад Субботний день Это об этом Но если Душею Он Сходит В ад А о Христе Мы знаем Как сказано Христос Всегда И во веки Тот же Без тени Перемены Это значит Что он силен Сойти В ад И твоей И моей Души И облистать Его Сиянием Божества И он Изводит Из Ада Души Тех Которые Находились Там И умерли Имея Надежду На его Сошествие В ад Возникает Серьезный Вопрос Теологический Вопрос Когда Иисус Умирает На кресте Он был Истинный Человек У него Было Не только Человеческое Тело Но была И человеческая Душа Так же Как у каждого Из нас Смерть Это когда Душа Человеческая Выходит Из тела Тело Мертво Положено В огробе Иосифа Аримафейского Душа Сходит В ад А божество Отделилось От тела Или От души Человеческой В момент Смерти Иисуса Вот этот вопрос Очень важен Иоанн Дамаскин Говорит Божество Не отделилось Ни от тела Ни от души Потому что Во Христе Божественное Человеческое Халкидонским Определением Нераздельно Неразлучно Неизменно Хотя И не слиятно Иначе бы Он не смог бы Облистать Ад Сиянием Божества Он разрушает Все Механизмы Замков Ада И Православные Именно православные Иконы Воскресения Христов Она показывает Под его ногами Это пропасть Ада Разбитые Механизмы Он выводит Царей Пророков Держит За руку Давида Или Адама По-разному Изображают Эта победа Христос Воскресе Из мертвых Смертью Смерть Поправ Исущим Во гробе Живот Дорвав В евангельских Событиях Этого дня Все это Описывается Вечером Того же дня Когда умер Спаситель Иосиф Аримафейский Тайна От первосвященников Фарисеев Приходит Понтию Пилату И говорит По-славянски Отдай мне Тело Этого Странного Этого Странного Действительно И его Вера И его Евангелие Все это Противоположно Идеологии Мира Сейчас Возрождаются Идеалы Римской империи Почему сейчас Обожествляют Государства Правители Потому что Готовится Воцарение Антихриста В планетарном Масштабе И надо Обожествить Любую Систему Тирании Любую Систему Власти Придать Ей Сакральный Статус Чтобы Когда придет Антихрист Люди Уже Были бы К этому Готовы Отдай мне Этого Странного В славянской Традиции Так молит Иосиф Аримафейский Тогда же Иосиф Тайный Ученик Сняв Тело Иисуса Вместе С Никодимом Тоже Тайный Ученик Но Перед Лицом Тайной Смерти Христовой Они Ничего Не скрывают Никодим Член Синедриона Сангидрин Синедрион Это Высшее Судилище Уже Никто Не таится Нет Никаких Тайных Учеников Никодим Принес Мира Множество Литров После Этого Тела Христова Положили Во гроб Который Был высечен В скале И Привалили Ко входу Большой Камень И Были Поставлены Печати Потому Что В эту же Субботу Перосвященники Фарисеи Пришли К Пилату И потребовали Поставить Стражу У гроба Иисуса Они боятся Иисуса Даже Мертвого Боясь Что его Тело Украдут А народу Скажут Будто Он Воскрес Так И Случилось Представили Стражников Ко гробу Чем В положенный Час Предоставили Неопровержимое Доказательство Воскресения Христова Это Божий Промысел Стражники Они были Свидетелями Чудо Его Воскресения Сам Господь Говорил Когда от него Требовали Знамения Он Говорил Единственное Знамение Которое Будет Дано Вам Как Иона Пророк Был Три дня И три ночи В очлеве Кита Так и Сын Человеческий Будет Три дня И три ночи В очлеве Земли Кстати Не очень Получается Три дня И три ночи Если Первый день Это пятница А второй день Это Суббота Он Воскрес В темноте Не очень Получается Три ночи Первая С пятницы На субботу Вторая Субботы На воскресенье Где Где же Третья Отцы Церкви Объясняют Они Говорят Два Дня Были Обычных И две Ночи Были Обычные Один День Был Сверхъестественной И одна Ночь Была Сверхъестественной Начнем В хронологическом Порядке Первая Ночь Это Когда Он Умирает На кресте И солнце Скрыло Свет Свой Это Ночь Первая Когда Христос Душею Сходит В ад Златоуст Пишет Где Христос Там И рай Там И небо Там И свет Он Превратил Ад В небо Он Мрак Ада Сделал Светом Днем А Ад Теперь На земле Солнце Скрыло Свет Вся земля Потряслась Потом Ночь С пятницы На субботу И Суббота На воскресенье На третью Он воскрес Дни Первые Пятница Второй Суббота Третий Когда он воскрес Величие Света Который Ишел От него Охрана Побросала Оружие В страхе Разбежалось Есть Иерусалимская Икона Воскресения Христова Там как раз Запечатлен Этот момент Христос Со знаменем Победителя Смерти И величия Света Исполнилось Все Что Говорил Закон Пророки И Писание И В заключение Хочется Процитировать Слово Митрополита Суржского Антония Который Писал Итак Мы стоим У гроба Господня Прошли Страшные Страстные Дни Часы Плотию Которой Страдал Христос Он Теперь Почил Душою Сияющей Славой Божества Он Сошел В ад И тьму Его Рассеял И положил Конец Той Страшной Богооста Ставленности Которую Смерть Представляла Собою До его Сошествия В ее Недра Действительно Мы находимся В тишине При благословенной Субботы Когда Господь Почила Трудов Своих И вся Вселенная В трепете Ад погиб Мертвый Не един Во гробе Отделенность Безнадежная Отделенность От Бога Побеждена Тем Что сам Бог Пришел В место Последнего Отлучения Ангелы Поклоняются Суббота Он сам Он сам Называет Себя Господином Субботы Суббота По-еврейски Шаббат Евреи Приветствуют Друг друга В субботу Шаббат Шалом То есть С покоем Поздравляю Желаю Покоя Как Господин Шаббата Субботы Он говорит Придите Ко мне Все Труждающиеся И обремененные И я Успокою Вас Он исполняет Эту заповедь В субботу Он ничего не делает Телом Он лежит Во гробе Он исполняет Закон Божий Даже на кресте Есть заповедь Почитай Отца и мать Он идет На крест По воле Отца Впрочем Не моя Но твоя воля Будет И он думает На кресте О матери С кем Останется Она И он Смотрит На нее И на Иоанна Богослова И говорит Все Сын твой Смотрит На Иоанна И на Деву Марию И говорит Все Матерь Твоя В лице Иоанна Он всех Нас Усыновил Пресвятой Деве Пресвятая Дева Первая По святой Троице Наше Упование Ей было Предсказано Что оружие Пройдет Ее сердце Каждый Гвоздь Который Вбивался В руки Спасителя На ее Глазах Пронзало Ее сердце Сердце Матери Каждый Шип Тернового Венца Каждый Удар Плетью Все Это Пронзало Ее Сердце Он Во гробе И враги И друзья Ждут Примет Ли Бог Эту Жертву Или Нет И враги И друзья Ждут Что произойдет Дальше Если вдруг Бог воскресит Его Это будет Означать Что жертва Принята И мы Оправданы Воскресением Иисуса Христа И вот это Трепетное Ожидание Это время Седмицы Страстной Седмицы В которые Мы входим Я думаю Что очень разумно Что этот вечер Этот день Вы оказались здесь Чтобы размышлять Молитвенно Я надеюсь Над этими Темами Над тем Что нам Предстоит И если мы Сегодня говорили О том Как слово Умолкло На кресте Давайте На этом И остановимся Без вопросов Без ответов Потому что Сам день Воскресения Христова И будет Ответом На все Вопросы На все Сомнения Во все Недоумения Спасибо Спасибо Господь Помолимся Спасибо Отец Олег Спасибо Друзья Сейчас Помолимся И потом Не разбегаемся Общее Фото Еще сделаем Достойно Достойно Я Всякова Истину Пожи Тетя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Керувим И славнейшую Без сравнений Серафим Безысления Бога Слов Родшую Сущую Богородицу Тя И Ча Давайте сделаем памятный снимок